Всем привет! В этом видео поговорим о том, что американские военные могут покуситься на турецкий поток. После того, как американский журналист Сеймур Херш опубликовал подробный план подрыва российских газопроводов Северного потока, обвинив в этом американских военных, возникла угроза сценария в отношении турецкого потока. Правда, в отличие от Северного потока, заинтересованность в сохранении подводной газовой трубы проявляют турецкие власти, от действий которых во многом зависит энергетическая безопасность как самой Турции, так и стран Южной Европы. Неспроста турецкие военные недавно заявили, что не допустят заход американских военных кораблей в турецкие территориальные воды. Для того, чтобы свести к минимуму возможность подрыва турецкого потока, необходимо, чтобы Минобороны Турции запретил заход кораблей НАТО в Черное море. Тем временем чиновники Госдепартамента США опасаются проведения публичного расследования подрыва северных потоков под эгидой ООН. Сам факт обсуждения данного опроса неизбежно понесет существенные репутационные потери США. Остальной мир начнет воспринимать США как ненадежного и опасного партнера в энергетической сфере. Реализованный план по подрыву подводного газопровода может привести к отказу от реализации инвестиционных проектов по строительству магистральных газопроводов и нефтепроводов между странами. Инвесторы не захотят вкладывать средства в реализацию рисковых проектов. Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь сообщил, что западные СМИ внезапно потеряли дар речи и никак не комментируют статью Херша о подрыве северных потоков. Возвращаясь к турецкому потоку, стоит обратить внимание на то, что профессор Стамбульского университета Мехмед Перинчик сообщил, что американские власти еще 4 года назад договорились координировать усилия с европейскими союзниками по остановке строительства турецкого потока. Указанный газопровод не выгоден ни Украине, ни Польше, ни Германии. Турецкий поток понизил транзитный статус указанных государств. Указанный документ, принятый в ноябре 2018 года, до сих пор опубликован на сайте Белого дома. Нет сомнений, что от реализации прежнего плана американские чиновники не откажутся. Правда, им придется бороться с газопроводом, уже введенным в эксплуатацию. Но, как показала история с северными потоками, американцев это едва ли остановит. Тем временем турецкая газета Хариетт сообщила, что возможный подрыв турецкого потока сильнее всего ударит по интересам Турции, лишив ее статуса крупнейшего в Европе и на Ближнем Востоке энергетического хаба.